Давайте повторим с тобой прошлый урок. Как ты видишь, у нас есть какая-то диаграмма. В честь какой фамилии математика диаграмму назвали? Круги Эйлера. А, диаграмма Венна. Диаграмма Венна. Ещё иногда называют Круги Эйлера. Иногда называют, но так лучше не называть, потому что всё-таки Венна-то придумал. Далее. Теория множества, на ней всё держится. Потом идёт вся математика и так далее. Хорошо. С помощью диаграммы Венна нам удобно отображать какие-то операции с базой данных. Видишь? Нам удобно с помощью круга Эйлера диаграмма Венна отображать операции данных. Далее. И это всё основано с помощью теории множества. Это всё, это теория множества. Идём дальше, next. Итак, давай мы с тобой поговорим с разной последовательности. Вот у нас там есть последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. Наверное, из школы ты это помнишь, да? Рассетчик. Или не помнишь из школы? Я пока не пытаюсь вспомнить. Ну и не надо тебе эти знания, да? Особо нам они не очень интересны. Далее, смотри. Давай мы сразу же поработаем с пределами, да? Сразу же. Вот у нас появится значок предела. Зачем, как говорится? Предел? Это интеграл, да? Предел это не совсем интеграл. Давай начнём с предела. И разберём геометрический смысл. Напишем геометрический смысл предела. Что ещё раз? Начнём с вообще, что такое предел число последовательности. Дадим определение. Давайте помогу, я тебе буду всегда помогать, а ты мне будешь чисто практику делать, да? Вот я, как преподаватель, буду ускорять наш процесс обучения. И мы дадим сначала определение предела. Что такое предел число последовательности? Я думаю, что это, допустим, вот если есть какое-то заданное количество, точнее, заданный промежуток, да, вот этих числовых каких-то там, то она, допустим, идёт, если ты задан, допустим, от 0 до 10, то предела будет 10 и 0, да? То есть предел, последователь, да, у нас какие-то из числа, да, в последовательности. И там есть пределы этой последовательности. Какое-то число является пределом. Дальше не пойдут числа, окей? Далее. По сути, вот я тебе дал определение из математики, определение предела числа последовательности. Итак, теперь мы можем с тобой записать это с точки зрения теория множеств. Ну, вообще, соответственно, квантерных обозначений. То есть вообще предел, это есть, получается, xn-a меньше ε. Если у нас это выполняется неравенство, тогда мы нашли предел. Хорошо. Давай-ка запишем все еще розов. У нас будет предел. Лим. Лим. Пиши, пиши. Пиши внизу. Это вот такая же болт. Да, сейчас на меня напишите. Давай, пиши внизу. Лим. Нет, это сигма была, это сумма. Знак суммы. Пиши внизу. Лим. Мы сейчас работаем с пределами. Пиши внизу. Лим. А, левит типа? Да, пределы. Можешь с пределами работа, да. Лим. Вот предел. А внизу n у нас будет стремиться к бесконечности. Внизу напиши. Могу помочь. Нет, 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 нет. Давай. Давай сразу же у нас будет. Да, да, да. Только вот прямо здесь я тебе написал пока первый раз. Вот как это должно быть. Вот n стремится к бесконечности. И здесь у нас будет xn-a. То есть мы с тобой что сделали? И это все равно какому-то числу, где a это какое-то число, да? А это какое-то число. То есть это и есть предел нашей последовательности. То есть вот это все большое выражение в математике я записал, смотри, как, с помощью вот этого вот значка. Представляешь? Вот это все большое выражение в математике я записал с помощью значка. Видишь? И козлачка. Внизу, значок предела. Где? Ну вот, внизу, лима, xn, n лежит, n стремится к бесконечности, равно a. У тебя отражается? Итак, начнем с того, что вот эта вся, вот эта вся у нас концепция, это вот это то, что вот здесь в этом текстовом виде, да? То есть пределом число последовательности xn, а что это за предел число последовательности? У нас может быть разная последовательность там. x1, ну например, неважно, какая последовательность. 1, 2, 3, 4, и так, плюс, 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 плюс. Если найдет какое число, например, там не знаю, число 5, и больше чисел не будет после этого, то число 5 будет пределом этой последовательности. Да? Лимитом будет. Да, пределом будет, да, совершенно верно. Таким образом, если для любого положительного числа ε существует номер n, такой, что для всех n, больше n, выполняется неравенство, xn и минуса меньше ε, то у нас вот это выполняется. На самом деле, что это значит? У нас есть ε, и ε на самом деле это у нас великий математик Каши ввел, понятие ε на окрестность. Вот у нас есть предел, какая-то точка 5, да? Вот. И он говорит, как понять, что 5 это предел? А давай-ка мы с тобой возьмем какую-нибудь ε на окрестность, влево-вправо, это будет у нас плюс ε, влево будет минус ε. Где ε, это какое-то очень маленькое число, это что-то может быть там 0, 0, 0, 1, но неважно, ε может быть разное, да? То есть ε, это какое-то маленькое число, небольшое. ε может быть единичкой, да? То есть ε будет единичкой, например. То есть ты влево взял единицу и вправо взял единицу. Таким образом, если у тебя вот в эту окрестность, ε-окрестность, попали почти все члены последовательности, это значит то, что число 5 есть предел. То есть, смотри, в какого-то, вот в определении написано, с какого-то n больше n выполняется неравенство, xn и минус i меньше ε. То есть с какого-то числа n, он будет больше n, да? У нас будет выполняться это условие. Вот если мы с тобой работаем с пределом функции, это вообще легко объясняется, смотри. Вот, например, у нас есть какая-то функция вот такая, да? Вот. И у нас вот здесь какой-нибудь будет ε-коридор. Здесь у нас будет ε+, это у нас будет ε-. Это называется реальный ε-коридор, где ε какое-то небольшое число, да? То есть, и вот здесь будет число 5. Вот видишь, написано число 5 по y. Окей? Так. Вот. И надо понять, что вот мы берем, с тобой чертим коридорчик. Коридорчик может быть очень небольшой, вот, например, такой вот, да? Вот. Вот коридорчик снизу, и вот внизу будет это плюс ε, и внизу минус ε. Вот. У нас такой небольшой коридорчик. То есть, начиная по x с какого-то n, смотри, Арсенчик, то есть, начиная вот здесь вот по x с n большого, вот видишь, n, мы попадаем в этот ε-коридор, посмотри. Вот, то есть, начиная с какого-то n, где, вот видишь, написано, то есть, вот здесь в определении, что для всех маленьких n больше n, а n это вот это число, вот какое-то число n начинает, начиная с какого-то n, мы попадаем в этот коридор, то есть все остальные, все остальные n, вот эти, видишь, дальше идут справа уже n-ки маленькие. То есть, какие-то числа, да? Маленькие n-ки. То есть, значит, все n-ки маленькие, они должны быть больше n. И мы говорим, что n маленькая, всегда больше n, и начинать с какого-то n маленького элемента, вот n индекса, дальше будет n уже справа, соответственно, у нас выполняется данное неравенство. То есть, если у нас вот это неравенство выполняется, что все n больше n большого, а это вот n здесь, у нас выполняется неравенство, то мы попадаем в эпсила коридор. То есть, это и есть предел. То есть, мы вот этот коридор дальше не выйдем. Видишь? И таким образом предел по у будет 5 число. Видишь? То есть, ты из этого коридора больше не выйдешь. И таким образом, для вот этой вот функции предел будет число 5. Это условный предел, мы с вами написали просто, видишь? Вот таким образом, это есть интуитивное понятие предела. В данном случае мы показали уже предел функции, а не последовательности. Чем-то похож на это, да? If-else. Ну, конечно же, у нас все связано с математикой, программированием и так далее. То есть, вот оно есть предел. Видишь, ты попадаешь в какой-то коридор, и с помощью эпсиона ты ловишь этот коридор. То есть, ты можешь взять эпсионом больше, да? Можешь взять эпсионом больше. Потом ты можешь уменьшать эпсионом до такой степени, пока у тебя не пойдет коридор. Вот, видишь? Вот ты можешь, то есть, эпсионом число будет уменьшаться до такой степени, пока у тебя эпсионом не достигнет такой маленький эпсионом уже. То есть, у тебя размах вниз-вверх пойдет настолько маленький эпсионом, что твоя функция попадет полностью в этот коридор. Вот, видишь, здесь еще функции не попало в коридор. Видишь, вот здесь она еще не попала на этом этапе. То есть, она еще выходит. Таким образом, вот с этой энки вся твоя функция попала в коридор эпсионом. Видишь? это какое-то число это может быть допустим люди понял но до полюборшу но это просто интенсивное понятие то есть у нас и псалм который с помощью эпсиона краса отлавливаем мы берем с собой плюс эпсиона минус эпсиона а где эпсиона какой-то небольшой маленькое число и мы говорим типа плюс эпсиона минус эпсиона если мы попадаем от коридор это и есть предел последовательность все вот это число будет предела последовательность то есть ты больше по игре чем 5 не выйдешь никуда видишь у тебя не может быть предел 6 потому что у тебя уже функция здесь ушла в коридор далее все идем дальше смотри а смотри вот нам важно понять именно как отработать в тюрьме и потому что мотанат матан у нас это не сила наша сила в статистике в статистике а статистика у нас основанной тюрьме вероятности а тюрьме у нас основана на мат анализе в рамках интегрального исчисления то есть там у нас и понятия непрерывной случайной величины да как раз вот это у нас встречается доля шаг сходить в нем дальше нас там вы возьмем к иди..." да давай докажем с тобой что-нибудь что-нибудь порешаем итак геометрический смыслы предела вообще какой дебинат речки смысл даже последовательности давай давай дадим от того геометричного последовательности тема скуча есть геометрический смысл ее но у нас есть предел лим лим xn где n стремится к плюс бесконечности. А что значит N, если плюс бесконечности? Это значит, что у нас X, по сути, будет бесконечность. Сюда поставляться будет бесконечность. То есть вместо N, N это же просто индекс. То есть вместо N ты поставишь бесконечность и будешь перебирать все X до бесконечной индексации. Прямо до бесконечности будешь бежать. Далее. Вот эта штука означает следующее гематическое смысл. Что для любого Epsilon окрестности точка A найдется натуральная число N. Вот как мы с тобой можем вообще вот эту запись читать так. Для любой Epsilon окрестности точка A вот точка A это какое-то число, запомни, мы в математике говорим, что точка это какое-то число. То есть для нас точка это число какое-то. То есть для любого Epsilon окрестности. Видишь, у нас есть какая-то Epsilon окрестность, Арсеночка, видишь? Да, вижу. Найдется число A такое найдется натуральное число A да? Число сейчас добавлю еще N. Что для всех XN сейчас добавлю, что для всех XN выполняется следующее неравенство. Так. Это тебе говорю жесткую математику, по сути можешь глубоко не проникаться, потому что нам важна эта практика. Я тебе просто покажу именно определение этого всего, этой математической соответственно концепции, да? Смотри. Сейчас. Вот так вот. Найдется число N. Видишь, натуральное N нашлось большое у нас. Что для некоторых N, вообще для всех у нас N, для которых выполняется, то есть попадут в Epsilon окрестность, точки A. Видишь, у нас вот эта точка A, оценочка. Видишь, здесь я написал точка A на графике. Да, вижу. Получается, с какого-то N, видишь, с какой-то N, мы с тобой войдем в коридор, и где будет A, вот она A, вот предел A, вот он все, прямая линия. То есть у нас функция затухает в этом коридоре, и у нас найдется такое число A, в которое попадут все точки последовательности. Видишь? А кстати, что такое функция? Функция, это всего лишь набор точек. Я думаю, ты согласен со мной. Это просто набор точек соединенной линии, да? Функция, это просто набор точек. Да. Это просто набор точек, в котором мы с тобой соединяем просто линии, и получается красивая такая функция, да? Хорошо. Смотри, идем дальше. Да, тут, кодица без водички не поднялись. ли далее идем дальше давайте сейчас 1 пример . я думаю я мог могу немножко пучить мол может того что-нибудь доказать может вы что-нибудь доказать а можно чтобы не доказывать а сразу же свой перейти к практически примером да вот лучше примерно на практике иначе не понимаю для чего это а сейчас тебе с ним но типа